Танах Лот, один из самых известных храмов на Бали. Повсюду толпы туристов. Внутри храма, согнув ноги в коленях и закрыв глаза, в кругу стоят несколько десятков человек. Некоторых потряхивает. В центре круга женщина средних лет подсказывает, как надо держать спину. Она подходит ко мне и помогает принять правильную позу, чтобы энергия цивилизации хамилия лучше проходила сквозь мое тело. Выпрямя спину, ноги шире, ощути струну внутри себя. Нет, неправильно, опусти руки. Так начинается одна из групповых практик на Энерджи-трипе, поездки к местам силы, известного контактера Ирины Чекуновой. Через 10 минут мои мегагерцы скакнут до 7000 вибраций, и этого как раз хватит для перехода из третьей плотности в четвертую. Контактеры – люди, которые верят, что способны общаться с инопланетянами. Впервые я встретился с ними в 9 утра в лобе одного дорогого отеля в тихом балийском местечке Санур. Молодой человек по имени Станислав, программист из Калифорнии, ввел меня в курс дела, благодаря сегодняшней программе вы поймете, как транслируются знания цивилизации хамилия, и разберетесь, что происходит с вашими чакрами, какие закрыты, а какие в порядке. В этот день многие мои собеседники уходили от вопросов и не могли объяснить происходящее. За час езды на автобусе до храма я поговорил с бросившим пить землекопом из Новосибирска, популярной видеоблагершей сыроедом из Майами, богемного вида женщины из Москвы и ее маленькой дочкой. Все они прилетели на Бали ради встречи с Ириной Чекуновой, которая утверждает, что может общаться с инопланетной цивилизацией хамилия. После утренней практики начался процесс передачи в канцелярию данных о каждом участнике. Ирина раздала листки и ручки, и мы стали рисовать круги или каракули, подписывая своим именем каждый лист. Ирина забирала рисунки и расшифровывала их смысл, всю информацию вы получаете от хамилии. Так вы собираете энергию на своих полях, которая потом адаптируется в визуальные коды. Я лишь открываю поле для контакта. Ирина сказала, что я смогу увеличить энергию своих вибраций, если буду заниматься трансляцией кодов. Этот листок уже 500-й, делится со мной видеоблогерша из Майами. Вибрации – одно из трех ключевых понятий у контактеров. От частоты вибрации зависит плотность, в которой ты находишься. Плотность – это отдельная новая реальность, которая формируется вокруг человека. Уровень вибраций определяется количеством мегагерц. Ирина называет себя контактером или ченнелером, проводником инопланетных знаний. Ее месяц расписан по часам. После недельных практик на Бали она улетает в Малайзию, оттуда в Мьянму, проводит ряд встреч с последователями в нескольких городах Германии, а затем в Россию, запланированы лекции в Новосибирске и Санкт-Петербурге. По мнению профессора Ран и исследователя российских сектантских движений Александра Панченко, контактеров стоит рассматривать в контексте религии New Age. Это DIY-религия, созданная самостоятельно, do it yourself, and do. Она делает доступными каждому все религиозные практики. Любой может стать контактером. Для европейской культуры это новое явление, и для современного человека New Age оказывается более привлекательным, чем традиционные формы религии. Как оказалось, ченнелинг используется в разных сферах, от предупреждений о глобальных катастрофах до ответов на ежедневные насущные вопросы. В конце дня я попал на открытый сеанс ченнелинга, на котором последователи спрашивали Ирину обо всем, что их интересует. Более сотни человек собрались в зале для занятий йогой и расселись вокруг своего ченнелера. Помощники Чекуновой записывали все на камеру и вели прямой эфир в инстаграм. Я в активе, я в поле и готова отвечать на ваши вопросы, начало Ирина. Мы часто проводим практики на природе, как правило, в обуви с резиновой подошвой, которая плохо проводит электричество. Не препятствует ли она закачке энергии, поинтересовался землякоп из Новосибирска. Отличный вопрос. Если говорить об энергии Земли, то лучше принимать ее через систему конечностей без обуви. В любом случае она активизируется, так как обувь – лишь иллюзорное состояние, имеющее определенную плотность энергетического состава, отвечает Ирина. Ньюэйдж пытается говорить и на языке религии, и на языке науки, тем самым претендуя на рациональность. Это обеспечивает успех подобных практик в мире, объясняет мне профессор Панченко. На одном из сеансов вы говорили, что пока не можете дать нам пример цифровой медитации, так как мы не понимаем истинное значение всех цифр. Можно ли получить хотя бы примерное описание? – спрашивает у Ирины женщина из Петербурга. Сейчас вы находитесь в состоянии перехода, и система вашей матрицы активно меняется. До конца периода формирования четвертой программ и нет возможности узнать ответ на ваш вопрос. Как только переход закончится, я сообщу вам коды. Ваше время еще не пришло, отвечает Чоннелер. Ирина – бывший бизнесмен. Она говорит, что начала помогать людям после того, как побывала в Куме и обнаружила у себя сверхспособности. Ирина утверждает, что в данный момент все люди находятся в третьей плотности, до 5100 МГЦ, а она может перевести их в четвертую – 10-200 МГЦ. Попадание в четвертую плотность – главная цель ее последователей. Согласно учению Чекуновой, находясь в четвертой плотности, меньше болеешь, живешь в среднем на 25% дольше, занимаешься только тем, что тебе нравится, и не испытываешь финансовых трудностей. Люди из разных плотностей, как правило, со временем перестают пересекаться. Если вы единственный из своей семьи, кто приближается к переходу, всех ваших родных постепенно заменит фантомы. Мой брат стал фантомом. Однажды я проснулась, посмотрела на него и сразу это ощутила. С того дня мы почти не общаемся, делится со мной Елена из Воронежа. Даже не представляю, как я буду жить с мужем, когда перейду в четверку. Придется приспособливаться, жалуется богемного вида женщины из Москвы. Проверить свое значение мегагерц очень просто, Ирина способна измерить их через рукопожатие на коллективной медитации. Увеличить мегагерцы можно разными способами, не есть мясо, не употреблять алкоголь, отказаться от сигарет. Но самый действенный, записаться на сеанс коллективных практик или индивидуальные приемы. Трехчасовая групповая практика стоит 3000 рублей, лей. Участие в дневном Energy Trip 13000, расшифровка цифрового кода и проверка уровня вибрации 3000. Самая популярная услуга, встреча один на один, 15-минутный разговор обойдется в 5000 рублей, а в листе ожидания, по словам помощников Чекуновой, сотни человек. Исследовать религии New Age начали относительно недавно, и вопросов много, делится профессор Панченко. Все эти практики предлагают новое позиционирование человека по отношению к религиозным ценностям. В отличие от традиционных конфессий, не нужно проходить обучение и прорываться сквозь иерархические границы, чтобы стать религиозным специалистом. Достаточно просто признаться, что слышишь голоса, Esquire пишет с долей цинизма и как бы свысока. Холодно, говорит мне девушка, которая работает у Ирины менеджером. Она держится так, будто она агент рок-звезды, говорит. Интервью Чекуновой якобы брал Владимир поздно. В следующем году выйдет в эфир. Если это правда, мне интересно, как Владимиру Владимировичу удалось сохранить рассудок после разговора с контактером, чьи ответы на любые вопросы, кажется, напрямую воздействуют на психику собеседника. Спустя месяц мы встретились в Санкт-Петербурге. Центр энергетического развития личности находится неподалеку от Невского проспекта. Светлое помещение завешено мандалами и другой восточной символикой. Ирину сопровождал молодой человек, который записывал все на камеру. Для нашей и вашей безопасности, объяснила Ченнелер. За первые 10 минут разговора я узнал, что раньше Ирина была директором кондитерской фабрики и ночного клуба, а трансформацию пережила в 2010 году. Я очнулась после операции и начала записывать незнакомые слова из символы, сначала нарисовала православный крест, а после сформулировала послание к больному брату моей соседке по палате. Вечером мне представилась голограмма Серафима Саровского, он стал моим учителем. Мало-помалу я начала открывать свой канал. За первые три года он отправлял меня в разные точки планеты, чтобы я повышала вибрации и улучшала свои энергополя. Однажды во время пополнения энергии на острове Корфу я заговорила на галактическом языке хамилии. Мне сообщили, что теперь инопланетяне будут помогать мне лечить людей и давать новые знания. Они сказали, что наша планета истощена. Однажды Ирина, по ее словам, помогла мужчине из Новосибирска излечиться от рака. Хамилия передала через Чекунову, что у больного есть только один вариант исцелиться, необходимо прийти в паспортный стол и поменять имя и фамилию. За полгода болезнь ушла. С тех пор Ирина лечит людей пять дней в неделю по шесть часов. Многие из ее учеников уже перешли в вожделенную четвертую плотность. В четверке нет страхов, обид и остальных деструктивных эмоций. Жизнь становится более качественной и счастливой, поясняет контактер и широко улыбается. О деньгах, которые она берет за исцеление и лучшую жизнь, Ирина говорит открыто и невозмутимо, как директор ночного клуба или кондитерской фабрики, нужно понимать, что я не живу для себя и подолгу не бываю дома, не вижу детей. Я существую для всего мира. В Германии на одну встречу со мной приходит более двухсот человек. Мои цены напрямую зависят от затраченной энергии. Их определяет хамилия. Мои помощники работают только на коммерческой основе, я всем плачу. Одна из помощниц, Светлана, утверждает, что однажды Ирина безошибочно определила медицинский диагноз ее родственника, зная только дату рождения. А еще у Светланы поменялась группа крови после перехода в четвертую плотность. Чекунова, не единственная в России, кто общается с инопланетянами. В сети полно видеороликов, записанных Игорем Гором, 50-летним предпринимателем из Новосибирска, на психоделическую картинку он накладывает текст, а за кадром читает молитвы, рассуждает о геополитике и исторической справедливости. Он, как и многие контактеры, миксует религиозные и научные термины. Он соглашается на телефонный разговор, меня курируют две цивилизации. Помимо инопланетян, мне помогает Николай Чудотворец. С помощью Николая я могу открывать новые смыслы в Евангелии и Библии. На мои семинары ходят по 25-30 человек. Это не очень много, поэтому по Совету Святого я начал заниматься YouTube. Несмотря на рост интеллекта и развитие наук, плотность души русского человека сильно упала с 1970-х годов. Главная причина, крах Советского Союза. Люди стали меньше работать над своей душой, вслед за развалом страны повалилось и все остальное. Русский человек не живет без Бога. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.